Мы рады вас приветствовать в концертном зале детской школы искусств. Убедительная просьба отключить все мобильные телефоны или ввести их в режим без звука на время нашего мероприятия. Сидеть спокойно, внимательно слушать и все запоминать. Хорошо? Ребята, начинаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, конечно, хорошо знаете, что нынешний год, 2015-й, является юбилейным для Чайковского. В мае ему исполнилось 175 лет со дня рождения. Летом прошел международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского, также юбилейный, кстати говоря, 15-й. А как вы думаете, какой из русских композиторов наиболее часто исполняется по всему миру? Конечно, это Чайковский. Наследие его огромно. Это и симфонии, и балеты, и оперы. Музыка Чайковского исполняется в ведущих оперных театрах по всему миру, а также в самых престижных залах Европы, Америки, Японии, ну и, конечно же, на родине, в России. И везде, в каждом из жанров, в которых он работал, он создал непревзойденные образцы. И вот сегодняшняя наша беседа посвящена фортепианному сборнику пьес для детей, которые Петр Ильич назвал просто «Детский альбом». Написан он в 1878 году и посвящен любимому племяннику Петра Ильича, Володе Давыдову. Дело в том, что годом ранее Чайковский летом гостил в имении у своей сестры, и там наблюдал за своим племянником. Видимо, это его вдохновило, и он сочинил эту музыку. В основу нашей беседы положена статья исследования российского музыковеда Алексея Кандинского-Рыбникова. Иллюстрации, которые вы увидите на экране, принадлежат художнице Вере Павловой. «Детский альбом Чайковского» принадлежит к доказательствам того, что нет детского искусства, отдельного от искусства в высоком значении этого слова. В этой музыке Петр Ильич со всей искренностью и теплотой выразил свое отношение как к паре детства, так и к миру в целом, отразил, как в зеркале, весь строй русской жизни. Важной чертой детского альбома является видение жизни одновременно детскими и взрослыми глазами. Последнее автор во многом вскрыл, разрушив цикл при его публикации. И только в 1985 году педагог 21-й детской музыкальной школы города Москвы, Мисропова, обратив внимание на иной, чем в изданиях порядок пьес в автографе, осмыслил детский альбом как одно из самых глубоких и цельных творений Чайковского. Сегодня пьесы детского альбома прозвучат именно в той последовательности, в какой они расположены в рукописи. В цикле два сюжета. В первом отражен день ребенка, а второй – это скрытый сюжет. Он символизирует жизненный путь человека. Чтобы вникнуть в эти сюжеты, необходимо осознать конструктивное единство детского альбома. То есть интонационные связи между отдельными пьесами, стройный тональный план и так далее. Основная тональность цикла – соль-мажор. Весь опус состоит из отдельных, как бы миниатюрных циклов. Это своего рода мини-псюиты, объединенные сюжетом и единством замысла. Как правило, каждая такая сюита состоит из трех пьес. Хотя есть и пара исключений. Я передаю слово моей сыгрыще Наталье Анатольевне. Дорогие друзья, прошу вас набраться терпения и не прерывать ход нашей беседы аплодисментами между исполнением отдельных пьес. Вы это можете сделать в конце нашей беседы. Только в конце. Слушайте внимательно. Итак, начнем. Начальная триада образована утренней молитвой соль-мажор. Зимним утром – си-минор. И мамой – соль-мажор. С чистой и строгой утренней молитвой контрастирует тревожный, проникнутый трагическими предчувствиями пейзаж «Зимнее утро». В нем угадывается предощущение ребенка грозного мира, в котором он окажется, расставшись с отчим домом. Мир и покой детской душе возвращает мама. Итак, слушаем. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры подогнали Симон. 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 Давайте попробуем отгадать небольшую загадку. Вы услышите два примера, две музыкальные темы из этого балета. Может быть, кто-то знает, из какого это балета. Симон. 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 Это из балета «Щелгончик». Согласитесь, что очень похоже. А, кстати, ребята, вы заметили, что в пьесе «Мама» появляются тревожные мотивы из «Зимнего утра». Далее следуют пьесы, героем которых является девочка. Это кукольная сиита, новая кукла, где ребенок преисполнен блаженного удовольствия от полученного подарка. Горестная болезнь куклы. И скорбный марш похороны куклы. Итак, пять пьес, посвященных детским играм. Во время тревожные мечты. Аплалипинагр包ы куклы. И technologies. Аплалипинагр. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.